Мы не обещаем однозначных ответов на спорные и вечные вопросы истории. Просто новые открытия в науке и технике родили новые надежды и возможности в начале третьего тысячелетия. Мы принимаем эстафету вечных искателей. Пятница 13 августа 1937 года в Москве выдалась жаркой. Вечером по окончании трудового дня, купив в киоске освежающий напиток и развернув в тенечке свежий номер газеты «Правда», любой интересующийся мог прочесть на первой же странице заметку следующего содержания. 1937 год войдет в историю мировой авиации яркой, никогда не забываемой страницей. Усилиями советских летчиков в этом году завоеван Северный полюс. Проложен великий трансполярный воздушный путь между двумя материками. Под заметкой стояла фамилия автора. Это был известный советский летчик Сигизмунд Ливаневский. А в это же самое время на Северном полюсе было невероятно холодно. Мила поземка. Видимость была практически нулевой. Находившийся на дрейфующей льдине радист знаменитой Папанинской четверки Эрнст Кренкель уже много часов не отходил от радиоприемника, слухшая волну самолета с бортовым номером М-209. Дела были невеселые. Сквозь жуткие помехи удалось разобрать, что один из четырех моторов летающего гиганта вышел из строя. Кренкель особенно волновался за судьбу этого перелета и его участников, потому что за командирским штурвалом самолета был его друг Сигизмунд Ливаневский. И еще потому что на месте бортового радиста вполне мог оказаться он сам. Эти старые самолеты изделия советского авиапрома — настоящая гордость нашей страны. На таких машинах наши летчики действительно преодолевали пространство и простор. Советская авиация и советские авиаторы на тот момент были чуть ли не лучшими в мире. Но мало кто помнит, какую высокую цену пришлось заплатить за все эти рекорды высоты и дальности. Тогда, в августе 1937 года, настроение у всех было оптимистическое. Еще бы! В мае был высажен воздушный десант на Северный полюс. В июне Чкалов, Байдуков и Беляков на самолете АНТ-25 перелетели опять же через Северный полюс из Москвы в Америку. В июле Громов, Данилин и Юмашев на таком же самолете совершили еще один трансарктический перелет, установив рекорд дальности по прямой. Во всем мире восторгались невиданными самолетами и героизмом советских летчиков. Наконец, в августе стартовал четырехмоторный гигант Н-209, который должен был перелететь из Москвы в город Фернбекс на Аляске. Командир, герой Советского Союза Сигизмунд Ливаневский, опытный полярный летчик. Газеты пестрели бодрыми заголовками, но те, кто действительно знал подробности предстоящего полета, ждали беды. Причувствуя их, не обманули. Ни один из шестерых членов экипажа самолета Н-209 в итоге не вернулся из Арктики. Многочисленные спасательные операции не принесли результатов. Произошла трагедия, обстоятельства которой неизвестны и по сей день. Прошло более 70 лет, а загадка последнего полета Ливаневского до сих пор не дает покоя многим полярным исследователям и историкам авиации. Почему и как произошла катастрофа? Где искать останки Н-209 и членов его экипажа? Разобраться в этих непростых вопросах сегодня нам помогут эксперты. Историк авиации Андрей Кшнякин, авиаконструктор Никита Розин, историки Николай Филимонов и Константин Дэм и журналист Виктор Лебединский. Перелеты, да, в то время, конечно, были очень важными, пропагандистскую роль играли, но вот именно этот перелет Ливаневского в принципе такое же значение не имел. Они хотели предположить, что это коммерческий перелет какой-то, первый коммерческий перелет. Он вез пушнины, подарки даже для Розлита, для президента. Когда говорят о советской авиации, то в первую очередь вспоминают Лепедевского, Молокова, Доронина, Водопьянова, то есть, да, то есть тех, которые долетали до мест назначения, а Ливаневский, вообще говоря, среди пилотов считался неудачным. Но прежде чем приступить к анализу причин катастрофы, нужно изучить факты. Старт перелета был дан 12 августа 1937 года в 18.15 по московскому времени на подмосковном аэродроме Щелково. Четырехмоторный самолет с бортовым номером Н-209 не был серийной машиной. Это была экспериментальная модель, разработанная конструктором Волховитиновым на базе серийного Туплевского бомбардировщика. За 40 часов машина должна была пересечь Северный Ледовитый океан и приземлиться на Аляске. Экипаж самолета Н-209. Командир и первый пилот Сигизмунд Иваневский, второй пилот Николай Хастанаев, заводской летчик-испытатель, штурман Виктор Левченко, бортмеханик Григорий Побежимов, старший бортмеханик авиазавода Николай Годовиков, радист Николай Голковский. Теперь все здесь застроено. А тогда, в конце 30-х, на этом месте находился загражденный аэроброн. В начале взлетной полосы была специально построена бетонная горка, чтобы сразу разогнать тяжелый самолет. А в конце полосы даже повалили забор, чтобы передруженная машина не задела его, оторвавшись от полосы. Щегль Иваневский прибыл на Щелковский аэродром в элегантном костюме. Не переодеваясь в унт и меховую одежду, поднялся в самолет. По традиции взлет совершает командир корабля, но на сей раз за штурвалом находился второй пилот Николай Хастанаев. Такое отступление от летных традиций неприятно поразило присутствующих. В штабе перелета следили за его ходом по радиограммам. Вначале они приносили успокаивающие сведения. Серьезные трудности начались, когда М-209 оказался над Баренцевым морем. На 12-м часу полета в штабе приняли следующую радиограмму. Я РЛ. Это были позывные Ливаневского. 13 августа. 5 часов 43 минуты. Высота 6000 метров. Температура воздуха минус 27. Все в порядке. Левченко. Вроде бы ничего особенного. А вместе с тем человеку посвященному эта информация говорит о многом. Во-первых, она означает, что экипаж попал в облачность. И чтобы избежать обледенения, было принято решение подняться выше расчетной точки. При этом, поскольку кабина самолета не была герметизирована, экипаж вынужден был надеть кислородные маски, что тоже не повысило работоспособность и без того измотанных людей. Но самое главное, подъем тяжелой машины на такую большую высоту означал серьезное нарушение плана полета. И хотя горючего в баках оставалось еще предостаточно, с этого момента уже начался его перерасход. Прошло еще 8 часов полета. Текст следующей радиограммы гласил «12 часов 40 минут пролетаем полюс. Достался нам трудно. Начиная от середины Баренцева моря все время мощная облачность. Высота 6000, температура минус 35. Стекла кабины покрыты изморозью. Сильный встречный ветер. Сообщите погоду по ту сторону полюса. Все в порядке». Сообщение подписал весь экипаж. Папанинца, дрейфовавший на льдине в районе полюса, самолета Ливаневского не видели и даже не слышал. К тому времени движение льдов унесло их довольно далеко от географической точки, в которую сходятся меридианы. Меньше чем через час после полюса в 14.32 по московскому времени радиостанция на Мессишмидта приняла новую, куда более тревожную радиограмму. Отказ крайнего правого мотора из-за маслосистемы. Высота 4600. Идем в сплошных облаках. 92. 92 это подпись Ливаневского. Шел 21 час полета. Сама по себе эта радиограмма еще не говорила о катастрофе. Доступ к аварийному мотору в самолете Н-209 был возможен. К нему реально подобраться внутри плоскости крыла. И наверняка бортмеханики Николай Годовиков и Григорий Побежимов срочно перешли в правое крыло и попытались оживить двигатель. Много ли у них было времени на эту работу? В принципе конструкция самолета давала возможность идти на трех и даже на двух моторах. Но самолет при этом неизбежно терял высоту, а при нахождении в облаках при столь низкой температуре на корпусе самолета стремительно нарастал лед, утяжеляя машину и ухудшая ее управляемость. В штабе перелета на десятках радиостанций с нетерпением и тревогой ждали новых радиограмм с борт Т-209. Но как на беду в этот момент значительно ухудшилась радиосвязь. То ли разбушевалась магнитная буря, то ли возникли проблемы с бортовым передатчиком. Наконец в 15 часов 58 минут через полтора часа после радиограммы об отказе мотора радиостанция в Якутии приняла сообщение «Все в порядке, слышимость R1, то есть плохая». Специалисты обрадовались «Значит мотор все же удалось починить». Но радость была преждевременной. После этой радиограммы было еще несколько обрывочных сообщений неразборчивых из-за сильных помех. Последними самолет услышали радисты на мысе Шмита. К этому моменту самолет уже находился в воздухе почти сутки. «Как меня слышите? РЛ? Ждите!» Больше установить связь с бортом Н-209 не удалось. Мне спрашивают наверное можно было его отремонтировать. В принципе по крылу можно было пройти между лонжеронами и смешно там действительно двигатель может быть ну ты его не разберешь. Так ну не понятно посмотришь на него сзади я не знаю там как конкретно но там было возможно добраться хотя до Машлобака. Но Машлобака на носке можно было проверить топливную систему. ну а починить его в воздухе ну невеально абсолютно. Когда стали разбирать почему произошла авария то кто-то из механиков вспомнил что правый двигатель дымил еще на взлете и существуют кадры кинохроники там действительно виден дым но может быть это просто обычный выхлоп. Нет если бы дымил так на взлете то я думаю что вряд ли полетел бы столько времени про сути дела получилось сколько это 10 часов А почему же механик не сообщил что ему показалось что Ну может быть вот только после того как кинокадры эти посмотрели Может быть Ну в общем эта болезнь которая была замерзание веслопровода она была уже на стадии экспериментов с этим ДБА Выявлено Оно было да Но тем не менее ничего не было предпринято чтобы как-то он должен был лететь ниже Низировать потери Он должен был лететь ниже он не должен был лететь на 6000 метров по идее потому что должна быть предполагалось что там нормальная погода а он нарывался на цикл Большинство специалистов сходятся на том что произошла катастрофа Резонно узнать мнение пилотов которые с одной стороны успели изучить машину Ливаневского а с другой хорошо знали условия полетов в Арктике и возможность посадки на дрейфующие льды Вот заключение известного полярного летчика Анатолия Алексеева участника ледовых разведок и заброски на дрейфующую станцию Северный полюс 1 На этом типе самолета при больших отклонениях руля поворота наблюдается склонность к вибрациям трясется вся приборная доска невозможно прочесть показания приборов беспорядочное падение Если не произошло разрушение самолета в воздухе то удар об лед решил судьбу экипажа Иной точке зрения придерживается знаменитый полярный ас Борис Чухновский участник спасения экспедиции Умберто Нобеля Мне представляется что Ливаневский пошел на посадку при первых признаках обледенения Чем же тогда объяснить отсутствие известий после последней тревожной телеграммы Ледяная форка нарастала очень быстро и видимо покрыла антенные тропы После этого рация перестала работать Почему экипаж не мог восстановить радиосвязь после посадки объясняется это очень просто Нужно только понять что на летний лед сделать посадку без поломок шасси нельзя Не будем забывать что на Н-209 стояли колесные шасси а не лыжи что значительно увеличивало пробег при посадке Однако теоретически даже посадка на арктические льды могла пройти без жертв Поэтому сразу после того как в штабе поняли что с Ливаневским случилась беда было принято решение начинать спасательную операцию Значит надеялись найти живых Но прежде чем приступить к изучению истории поисков экипажа Н-209 повнимательнее приглядимся к командиру самолета Сигизмунду Ливаневскому Что это был за человек Возможно его биография поможет нам понять что еще помимо отказа техники могло привести к катастрофе Широкой общественности имя Ливаневского стало известно в 1933 когда он вывез в Чукотке на Аляску потерпевшего аварию американского летчика Джеймса Мэттерна За это он был награжден орденом Ленина Газеты пестрели заголовками Знаменитый полярный летчик Ливаневский приходит на помощь Хотя действительно знаменитым 30-летний Ливаневский на тот момент еще не был Зато следующий год стал поворотным в карьере летчика В феврале 1934 в Чукотском море затонул пароход Челюскин Более ста человек находившихся на борту оказались на льдине Главную роль в спасении людей сыграла авиация На помощь к попавшим в беду отправились полтора десятка самолетов со всех концов страны Один из этих самолетов летевший с Аляски к мысу Ванкаров пилотировал Ливаневский Вез он очень важного пассажира известного полярного исследователя Георгия Ушакова который должен был возглавить штаб спасательных операций Но до места Ливаневский не долетел В тумане пришлось совершить аварийную посадку По счастью никто не пострадал но повторно взлететь уже не удалось Поэтому оставшиеся до Ванкарова километры Ливаневский и Ушаков преодолевали на своих двоих Тем не менее когда челюстинцы все же были спасены семь летчиков удостоились высшей государственной награды того времени Звание Героя Советского Союза и в их числе каким-то образом оказался и Ливаневский Он получил золотую звезду героя за номером 2 Как ни расположи список первых героев Ливаневский никак не попадает на второе место ни по алфавиту ни уж тем более по числу спасенных сальдин и людей На первых местах в этом случае окажутся Молоков вывез 39 человек и Каманин 34 человек А Ливаневский не спас ни одного Первым прилетел на льдину Лебедевский Кей Ливаневского спасение челюстинцев свелось в итоге к тому что он доставил в бухту Лаврентия хирурга который сделал операцию по удалению острого аппендицита заместителю начальника экспедиции Никакого особого героизма летчик при этом не проявил Создается впечатление что чья-то могущественная рука толкалась Сигизмунда Ливаневского наверх и не трудно догадаться чья это была рука Ну все-таки вот если так рассматривать Ливаневский заслуженно получил звезду героя или нет Я считаю да то есть абсолютно заслуженно потому что геройский сел это по рассказам Шакова который летел вместе с Марьком если бы не герой Ливаневского как пилота специалиста то они бы просто ну как бы сейчас не было бы печально значительно Да скорее всего все-таки полярная авиация тогда только начиналась и кого было еще награждать как не вот этих вот нескольких человек которые вот начинали летать в северных широтах Он в общем награжден я считаю вполне заслуженно хотя бы по сумме заслуг Должен заметить еще такую вещь что первыми кто пытался спасти челюсткинцев должны были быть американцы и правительство Рузбельта уже тогда были дипломатические отношения между СССР и США прямо приглашено послать свои самолеты спасать челюсткинцев но наше правительство категорически от этого отказалось видимо по политическим сообразлениям Вот смотрите Липидевский первый человек который обнаружил челюсткинцев совершил 29 перелетов предварительных прежде чем найти а как бы таких данных например сколько перелетов совершил тот же самый Иваневский неизвестно нам известно только что он не долетел и не заслуженно получил Существует многочисленные свидетельства того что к середине 30-х отец народов всерьез заинтересовался авиацией конечно не мечтая о небе манила кремлевского горца он понял что с помощью воздушных рекордов можно в кратчайшие сроки поднять престиз страны на мировой арене и конечно упрочить собственное ремене расчет вождя оправдался очень скоро достижения советских летчиков были признаны во всем мире успехи авиации наглядно демонстрировали всем преимущество социализма а уж на родине сталинские соколы были окружены таким почетом и славой который потом достигли разве что первые космонавты почему Сталин выбрал именно Ливаневского мы можем только догадываться быть может по мнению вождя Ливаневский идеально соответствовал тому образу советского летчика который Сталин собирался продемонстрировать миру высокий подтянутый немногословный не мужчина мечта а возможно дело было в том что старший брат Сигизмунда Южев тоже был известным летчиком только служил он в армии Пилсуцкого злейшего врага советской власти и Сигизмунд таким образом оказывался как бы противовесом брату эдакий перековавшийся недруг так сказать наш ответ чем Берлен такие пропагандистские модели были тогда в ходу у крымлевских идеологов как бы то ни было Сигизмунд Ливаневский имел покровителя на самом верху но были в этом привилегированном положении свои минусы доверие вождя надо оправдывать тем более что сам летчик не мог не понимать звание герой Советского Союза он получил что называется авансом нужно было совершить какой-то небывалый перелет установить не просто очередной рекорд замахнуться на такой о чем никто не смело мечтать так у Ливаневского родилась идея лететь в Америку через Северный поле оставалось только найти подходящий самолет и такой самолет нашелся зачем лететь из Москвы в Нью-Йорк через полюс если мы посмотрим на географическую карту то подобный маршрут может показаться абсолютно нелогичным а учитывая более чем скромные возможности авиации 30-х попросту самоубийственным ведь как известно добираться из пункта А в пункт Б проще всего по прямой соединим на карте Москву и Нью-Йорк как видим лететь надо через Лондон а никак не через полюс зачем же делать такой крюк из спортивного интереса вовсе нет так действительно ближе и чтобы убедиться в этом возьмем нитку и соединим Москву и Нью-Йорк уже на глобусе как видно кратчайший маршрут между этими городами пролегает именно через полюс поэтому идея Ливаневского была проста и гениальна штурман Сергей Данилин впоследствии вспоминал мы с Михаилом Громовым вели подготовку к перелету на установление рекордной дальности совершенно неожиданно в правительство обратился летчик Ливаневский с просьбой разрешить ему на самолете АМТ-25 полет через Северный полюс в США он не ставил перед собой каких-то грандиозных целей а просто хотел выполнить эффектный и шумный перелет через Арктику к нашему немалому удивлению предложение Ливаневского сразу было поддержано перелет поначалу проходил нормально однако над Баренцевым морем обнаружилось что из-под капота выбрасывает масло из штаба перелета приходили успокаивающие сообщения что это явление временное просто масло залили с избытком однако Ливаневский решил возвращаться Георгий Байдуков второй пилот который настаивал на продолжении полета позже рассказывал после короткого и очень резкого спора Ливаневский с каменным лицом снял висевшую рядом с Беловским креслом кобору с Маузером и стал ее расстегивать я понял что все это сейчас может кончиться плохо и прекратил разговор можно было бы предположить что карьера Ливаневского не оправдавшего возложенных на него надежд на этом и завершится и хорошо если обойдется без последствий времена это были суровые но ничего такого не произошло вернее все вышло с точностью да наоборот на разборе полетов в Кремле Ливаневский обвинил конструктора самолета Туполева во вредительстве а сам с одобрения Сталина уехал в Штаты искать самолет более подходящий для его грандиозных планов причина-то была банальная на самом деле то есть возвращаясь по перелету перелили масло просто перелили в бак масло оно начало пениться через сапу не полезло все ничего страшного в этом нет они как летели бы да и летели бы спокойно я читал что там просто был приказ что сначала Иваневский сообщил о том что действует повадка протекание масла и тогда он получил сигнал именно из штаб-квартиры что с управлением полетом о возвращении во время разбора полетов у Сталина он сказал что этот самолет плохой и его конструктора наверное враг народа таким образом так скажем ну если говорить современным языком подставил да конструктора очень облич фактически да выглядит это так этот факт его никак не красит а судьба этого самолета вот после таких серьезных обвинений в присутствии Сталина по-моему очень хорошая судьба через год его довели в 37 году он полетел в Америку и долетел и долетел два раза напряженным трудом десятков людей Туполевский АМТ-25 был реабилитирован а Байдуков сумел заинтересовать этой машиной другого летчика который тоже пользовался доверием вождя воздушный хулиган и рубах и парень Валерий Чкалов сумел убедить лучшего друга футболевского что самолет АМТ-25 прекрасная машина весной 1936 осторожный Сталин дает добро на сверхдальний но пока еще не международный полет Москва Камчатка перелет стартовал 20 июля и продолжался более двух суток общая протяженность маршрута составила почти 10 тысяч километров в качестве подтверждения значимости установленного рекорда на самолет была нанесена надпись сталинский маршрут тоже название носил и следующий перелет Чкалова состоявшийся год спустя в июне 1937 года на забракованной Ливаневским машине Чкалов Байдуков и Беляков совершает бросок через полюс в Америку точь-в-точь как задумывал Ливаневский в сентябре 37-го экипаж Михаила Громова на все том же АНТ-25 устанавливает новый рекорд дальности долетев почти до Мексики а Ливаневский в это время мучительно ищет подходящий самолет для задуманного им дальнего арктического перелета серийные отечественные машины он забраковывает ему нужно что-то особенное что-то принципиально новое на сей раз все должно пойти гладко без сучка без задоринки иначе его место воздушного фаворита быстро займут новые герои по сути самолеты Чкалова и Громова представляли собой летающие танкеры под завязку залитые горючим речи о перевозке полезной нагрузки конечно не шло между тем в одном из КБ группа специалистов под руководством профессора Болховитинова на базе серийного тяжелого бомбардировщика АНТ-6 построила практически новый самолет самолет покрыли гладкой алюминиевой обшивкой взамен гофрированной сконструировали полуубирающиеся шасси так называемые штаны это сразу увеличило дальность и высоту полета размах крыльев 40 метров четыре мотора развивали мощность по 850 лошадиных сил каждый когда Ливаневский увидел новый самолет в теле он изменился в лице и бросился к Волховитиному дайте дайте мне эту машину такое надо показать американцам им подобное и не снилось действительно машин такого класса у американцев тогда еще не было в те годы они только начинали создавать свою летающую крепость Boeing 17 по сути это был последний шанс Ливаневского даже любимцу вождя не простили бы еще одной неудачи однако экипаж был не сработан радисты вообще поменялись за несколько дней до старта и самое главное на сей раз в отличие от Туплевского АНТ-25 машина действительно была экспериментальной и попросту сырой к тому же метеорологи предсказывают сложные погодные условия по всему предполагаемому маршруту полета но Ливаневского уже ничто не могло остановить он руководствовался принципом пришел увидел полетел поэтому подготовка сложнейшего перелета проводилась в условиях чудовищного цепнота интересная деталь у каждой заклепки внутри корпуса остается небольшой хвостик если его откусить то в руке окажется кусочек металла весом примерно 1 грамм казалось бы однако Михаил Громов и его товарищи при подготовке своего грандиозного перелета вот так с кусачками прошлись вдоль всего самолета и в итоге сэкономили десяток другой килограммов полетного веса а Ливаневский напротив при подготовке Н-209 приказал покрасить самолет в свои цвета красный и синий площадь кузеляжей крыльев Н-209 огромна и нанесенная на них краска дала почти 200 килограммов лишнего веса представьте себе самолет падает практически у него крем 25 градусов вот так вот винт не флидируется он стоит в потоке прямо он чуть вращается все соответственно создается большое лобовое сопротивление он не может лететь уже на 6000 метров он летит на 4 он на 3 двигателя летит на 4 а в этой зоне зона турбулентности и зона обледенения плюс облака плюс облака да причем там была у них была радиограмма что они штурма Левченко мы не можем работать на своей кабине и уходим оттуда ну какая-то была такая радиограмма проходила я так понимаю что там так так все обледенело что они вообще ничего не видели скорее всего они выключили еще один двигатель для того чтобы скорректировать крем то что он все время заворачивал в правую сторону и на двух двигателях пытались куда-то долететь здесь проблема возникает с навигацией потому что понятно что компас не работает по солнцу ориентироваться они не могут потому что его нет в облаще слетят и гирокомпас влет на 45 градусов ну то есть практически они летели ну не знаю в каком-то таком ориентирован на земле соответственно тоже никаких но они не видели землю и поэтому летчики полярной авиации которые говорили вот по поводу они наверное скорее всего потеряв двигатель тут же упали август 1937 года М-209 исчез и не выходит на связь когда вышли всевозможные сроки ожидания начались активные поиски самолета Ливаневского предполагаемое место катастрофы располагалось почти в самом центре обширного белого пятна известного под названием полюс недоступности достичь этих мест можно было лишь ценой колоссальных усилий поиски ведутся как со стороны советского побережья так и со стороны Америки уже 14 августа на следующий день после того как Ливаневский перестал выходить в эфир 4 американских самолета обследуют побережье и внутренние районы Аляски все напрасно Н-209 не найден ледокол Красин берет на борт несколько самолетов с экипажами и отправляется на Аляску отсюда самолеты совершают полеты вдоль кромки льдов и на север но у них слишком мал радиус действия они не достигают района предполагаемой катастрофы самые дальние полеты совершил известный полярный исследователь Губерт Уилкинс в августе и сентябре 1937 года он сделал 5 вылетов и достиг 86 градуса северной широты но ему мешает погода видимость просто отвратительная Уилкинс возвращается ни с чем тем временем в Москве спешно собирается и отправляется на остров Рудольфа что на земле Франца и Иосифа отряд из трех тяжелых самолетов из-за сложных погодных условий самолеты прибыли только 13 сентября надвигается полярная зима сильные ветры, туманы нелетная погода световой день все меньше и все меньше шансов найти хоть какие-то следы Ливаневского 7 октября на поиски вылетел полярный ас Михаил Водопьянов он перелетел полюс и достиг предполагаемого места катастрофы М-209 однако надо льдами растелался сплошной туман и Водопьянов так ничего и не обнаружив был вынужден повернуть назад поисковые самолеты не были подготовлены к зимним условиям они отбыли на большую землю а на смену им прилетел отряд тяжелых самолетов оснащенных мощными прожекторами к поискам подключились полярные летчики Чухновский Машковский и Бабушкин есть моторосы на лед практически нереально это самоубийство практически то есть вот у них не было шансов там уцелеть если на залить они наверняка оттянули либо на Аляску либо если у них произошла проблема с навигацией почему это процентов 95% что навигации проблема что они не видят а компас показывает заборную температуру потому что там не работают компасы герокомпас работает только вот тоже с большой подвесницей там 45 градусов они могли прилететь и в Якутию могли прилететь и в Чкотку могли прилететь есть и в Гренландии и в Гренландии не полетели известный полярный штурман Валентин Акуратов говорил что как правило в Арктике всегда находится что-то совсем не там где искали особенно если сразу не нашли а мой дед который был летчик-испытатель считал что надо их искать в Гренландии ну вот то есть теперь скорее всего если остатки обнаружат то скорее всего где-то случайно и наверное не там где думают может быть он в горах Аляски упал потому что когда вижу горы да то соответственно он мог упасть там а там тоже упал на ледник значит соответственно этот ледник задавил снегом завалил и все и ищи вещи в 70-х годах 20-го века эта тема вновь привлекла внимание ученых появились новые версии того где стоит искать самолет Ливаневского эти версии были основаны на тщательном изучении архивных документов журналист Юрий Сальников нашел в архиве вариант аварийной радиограммы Ливаневского принятый в Анкоридже согласно найденным документам радиограмма звучала так 34-й правый край не из-за порчи маслосистемы идем на трех в сплошных облаках и дальше малопонятные на первый взгляд цифры 28 4600 48 3400 92 однако все становится совершенно ясно если вспомнить что радиограмма была передана цифровым кодом принятым в те годы согласно ему 34 значит отказал 28 код обозначения высоты полета дальше ее значение 4600 метров 48 означает что самолет собрался садиться 92 код Ливаневского то есть вроде все понятно кроме одного загадочного 3400 в списке авиакодов такого значения нет однако сальникову удалось выяснить что у штурмана Н209 Виктора Левченко была карта метеокодов разбитая на пронумерованные квадраты квадрат 34 это район канадского архитического архипелага Виктория и острова Принцуэльского до сюда Ливаневский вполне мог дотянуть и с неисправным мотором это куда ближе чем побережье Олявки а что же скрывается за загадочными двумя нулями быть может это предполагаемое время посадки посадка в этом квадрате в полность с 13 на 14 с учетом того что скорость самолета при встречном ветре и с одним неисправным мотором существенно упала вполне возможный вариант а что если Ливаневский и Кастанаев все же успешно посадили самолет отремонтировали поломавшийся мотор а затем вылетели в направлении Альски звучит вполне правдоподобно а вот еще один очень любопытный документ запись рассказа доктора Хоммера Келлин В 1938 сержант канадского корпуса связи рассказал ему то что накануне услышал от эскимосов 15 августа 1937 года три местных жителя услышали отдаленный шум моторов а затем увидели темный предмет быстро двигавшийся от островка Фитис к другому островку под названием Спай предмет два или три раза коснулся поверхности а затем сильным всплеском исчез среди волн на следующий день в этом месте было замечено большое масляное пятно доктор Келлинс на небольшом судне пытался прочесать кошками дно в районе предполагаемого падения самолета и в одном месте стрелка компаса в рубке внезапно отклонилась на пол оборота то есть если предположить что экспедиция доктора Келлинса наткнулась на обломки Н-209 получается что Ливаневский совершил где-то промежуточную посадку а затем вылетел на Аляску и совсем чуть-чуть не дотянул до цели есть еще одно интересное свидетельство капитан Николай Литау рассказал нам буквально следующее летом 2002 года его яхта апостол Андрей находилась там же где побывал доктор Келлинс глубина там относительно небольшая порядка 10 метров то есть вполне можно погрузиться с аквалангом правда для того чтобы прочесать всю бухту необходимо обследовать около 40 квадратных километров дна а это разумеется проблематично как и искать останки самолета на отрогах горного хребта Эндикот в 1980 году радиофизик Куперов проанализировал данные наблюдений за ионосферой Земли в августе 1937 года приборы разных станций зафиксировали 12 августа 1937 года сильную вспышку на солнце Куперов построил карту зон неслышимости и положил на эту карту обрывки радиограмм Ливаневского которые не принимались во внимание при поисках как сомнительные например вечером 13 августа Радис из Якутска Федор Пелесов принял на волне Ливаневского следующее иду на двух пришлось снизиться впереди вижу ледяные горы по расчетам Куперова М209 совершил посадку на лед к западу от места поисков на 180 меридиане в районе 81 градуса северной широты ориентировочное время посадки 20.00 по московскому времени но ведь нету никаких ледяных гор в этом районе Арктики хотя с другой стороны не стоит забывать о так называемых флобергах это огромные движущиеся скопления льда обломки ледников Гренландии и островов канадского арктического архипелага именно на флобергах дрейфовали советские и американские полярные станции самолет при посадке наверняка серьезно пострадал генераторы дающие ток не работали аккумуляторы при такой низкой температуре наверняка так же быстро разрядились основная радиостанция находившаяся в кабине пилотов скорее всего разбилась при посадке возможно летчики попытались работать на запасной рации но не смогли настроиться на нужную частоту и их призыв о помощи никто не услышал а взятого ливаневским запаса продуктов могло хватить лишь на полтора месяца дальше голодная смерть в ледяной пустыне в 1946 году иностранные газеты напечатали сообщение что исландские рыбаки нашли близ Гренландии вмершие в лед ящики с выжженной по русски надписью август 1937 года однако согласно свидетельствам очевидцев коммерческий груз самолета Н-209 был упакован в прорезиненные мешки и герметично запаянные банки никаких ящиков на борту Н-209 не было и наконец одна из самых экзотических версий Н-209 следует искать в Якутии в начале 80-х летчик Попов прислал академику Федорову бывшему Попанинцу письмо в котором сообщил что у якутского озера Себен-Кюэль видел могилу летчиков с табличкой на которой было написано 13 августа 1937 года здесь разбился самолет Н-209 командир С-Ливаневский остальные фамилии были неразборчивы доска за прошедшие годы подгнила местные стражи вспомнили что видели в тайге погибших пилотов вообще-то озеро Себен-Кюэль находится на той же широте что и Фэрбэнкс конечный пункт полета Н-209 но отклонение от курса составляет почти в 80 градусов мог ли такой опытный летчик как Ливаневский сбиться с маршрута на столь значительную величину В 82 году была экспедиция у нас Себен-Кюэль это Якутия предположили что он там вроде как сбился и вроде как находили там табличку что Ливаневский 4-й год август но предположение есть и такое что это тот же Ливаневский он стоял годом раньше потому что самолет название как ни странно было одинаковое М-209 а предыдущий у меня самолет который нагнал из Америки был М-208 может быть это да просто он совершил здесь на пути обратном пути из Америки в СССР здесь посадку потом взлетел и оставил памятную табличку и когда ее нашел вертолетчик Попов а потом не нашел потому что геологи тут большие сделали раскопки то может быть вот так и было они просто не придали значения ну памятный знак какой-то если вот здесь была могила и нашли бы кости ну наверное тогда бы этому придали большее значение в 1982 году в районе озера Себян-Кель работала группа энтузиастов из города Уфы могилу с табличкой найти не удалось но промеры дна озера и холотом показали там наличие бугра размерами схожего с габаритами самолета Н-209 исследованиями руководил известный впоследствии офтальмолог и путешественник Эрнст Молдашев от местных сторожилов он узнал что когда-то давно еще до войны ими были найдены в тайге два мертвых человека один был в летной форме в унтах и с планшетом второй в костюме история на мой взгляд довольно сомнительная сразу возникает множество вопросов прежде всего почему еще тогда в 37 об этой находке не сообщили в Москву кто похоронил летчиков почему один из них был в костюме неужели Ливаневский во время многочасового перелета при температуре минус 35 за бортом так и не переоделся в меховую одежду да он просто бы умер от переохлаждения еще в воздухе в Арктике до сих пор лежат останки десятков разбившихся самолетов на большинстве из них есть точные сведения и заключения комиссии по расследованию причин катастрофы есть много могил украшенных красной звездой или пропеллером на некоторых из них еще возможно прочесть имена но есть и такие где имен разобрать уже нельзя кто знает возможно в одной из таких безымянных могил упокоятся останки Сигизмунда Ливаневского 70 лет поисков Ливаневского пока не принесли результатов но не стоит отчаиваться через 20 лет после исчезновения нашли спутников Амундсона на Таймере через 33 года следы экспедиции Соломона Андре через 95 лет участников экспедиции Брусилова когда-нибудь может раскроется и тайна последнего полета Ливаневского напоследок еще одна загадка в середине 30-х была выпущена серия марок посвященная летчикам первым героям Советского Союза их портреты окружены лавровыми ветвями символами славы но на маркере Ливаневского лишь одна ветвь лавровая вторая ветвь Мирта символ Траура художник объяснил это простой недоработкой а получилось трагическое пророчество